Ребят, я вас приветствую, вы на канале TradeFact, на связи Глеб и в этом видео я расскажу, почему 2 ноября будет важнейшей ключевой датой для всего крипторынка. Для этого мы отправимся на сайт Investing.com, где я вам хочу показать одно очень важное событие. Именно 2 ноября у нас будет оглашение новой процентной ставки ФРС США. Это сейчас, по сути, самый важный драйвер, который влияет на ход цены на фондовом рынке и на крипторынке также. У нас есть текущее значение 3,25%, что уже довольно высоко. Вы должны понимать общую тенденцию, когда у нас эта ставка довольно низка, скажем 0,25% до 1%, то в большинстве случаев фондовый и крипторынок у нас себя чувствует довольно хорошо. Но как только эта ставка начинает подрастать и становится более чем 1%, то у нас льется кровь и на фондовом, и на крипторынке. То на текущий момент эта ставка составляет 3,25%. И у нас есть уже выстроенное ожидание, что повышение будет вплоть до 4%, то есть сразу на 0,75%. И у нас на сайте CME Group есть такая статистика по ожиданиям, что немножко меньше чем 20% ожидают, что эту ставку будет поднимать где-то на 0,5%. Но повальное большинство, более 80%, ожидают, что ее повысят сразу на 0,75% базисных пункта. И по большей вероятности, что действительно у нас ее повысят как раз сразу на 0,75%, и у нас будет это составлять 4%. Как вообще это драйвит рынок и как это будет влиять? Во-первых, в моменте оглашения 2 ноября в 21.00, это где-то по киевскому, где-то по московскому времени, по-моему, по московскому это будет 22.00, а по киевскому 21.00. Но внимательно эту информацию еще нужно проверить, я здесь могу немного ошибаться. То в этот момент у нас будет, во-первых, повышенная волатильность в моменте, где цена биткоина может пролетать на 5%, как вверх, так и вниз. Это первое, на что вы должны обратить свое внимание и построить торговую стратегию. В целом, если следовать такой логике, то повышение не на 0,75%, а на 0,5% это будет очень позитивный бычий драйвер. Повышение на 0,75% плюс-минус позитивно нейтрально, но если сразу вдруг повысят на 1%, то, конечно же, это будет очень сильный негативный сценарий, где крипторынок, в том числе биткоин, сразу может уйти на 5% вниз в моменте буквально за несколько минут. Но, опять же, в зависимости от выхода этих данных. Это первое. Второе по значимости, помимо этих данных, которые выйдут, что для нас важно? Для нас важна будет риторика Джерома Паула, что он будет говорить после поднятия ключевой ставки. То есть он будет давать определенные ожидания, которые уже будут заложены на 14 декабря. 14 декабря это крайняя дата в этом году, где у нас будет очередное поднятие процентной ставки. И именно здесь на 14 декабря и на последующий 23 год он несет ясность, что же стоит ожидать. Уже было сделано заявление от ФРС США, это было 21 октября. Как раз на фоне чего у нас вырос и фондовый рынок, и крипторынок начался чувствовать довольно неплохо, что, ребята, мы приходим к ставке, к конечной ставке к этому году, где-то 4,5-4,75%. И на 23 год эти ставки уже не будут так резко повышаться, а скорее всего будут замедляться где-то в диапазоне 4,5 и 5%. Что очень хорошо восприняли рынки. Ясность для рынков по поводу повышения процентной ставки это всегда хорошо. В целом, если у нас все проходит без форс-мажоров, например, у нас идет повышение на 0,75%. Дальше риторика от Джерома Пауэлла следует, что, ребята, у нас в декабре будет повышение предварительно на 0,5%, а в 2023 году мы повышать не будем, то это максимально позитивный будет драйвер для крипторынка. И в таком случае цена биткоина может уйти значительно вверх. Сейчас давайте перейдем к техническому анализу и поговорим вообще на ближайшее время, куда у нас может сходить цена и конкретно после второго числа, что у нас может произойти с рынком. Также, если вы не очень хорошо разбираетесь в процентной ставке ФРС США, что будут значить конкретные цифры, которые выйдут, вы потом не понимаете, где посмотреть риторику Джерома Пауэлла, на что стоит надеяться дальше на последующий месяц, на последующие два месяца, то у себя в Телеграм-канале, ссылку на него я оставляю в описании под этим видео, я буду максимально полный давать фидбэк по всем этим событиям, что у нас произошло, что у нас будет дальше. Если вам эта информация нужна, то welcome, рекомендую вам подписаться на Телеграм-канал. Теперь переходим непосредственно к самому графику. Давайте определимся с ближайшими уровнями поддержки и сопротивления. Кстати, видите, что я график полностью очистил абсолютно от всех элементов рисования, чтобы сейчас сделать аналитику максимально с нуля. Итак, первый уровень поддержки у нас находится в диапазоне 20000-19900. Первая отметка. Вторая отметка, докуда у нас может падать цена биткоина, это район 19500-19600. И еще одна из самых таких ближайших интересных отметок, куда у нас может сходить биткоин, это где-то район 18900-19000 долларов. То есть мы можем сделать еще поход вниз от 3 где-то до 8%. Это что касается именно ближайших целей. На ближайшие несколько дней, даже до 2 числа у нас может такое произойти. Теперь, что касается точек роста ближайших диапазонов сопротивления. К первому мы уже приходили. Это район 21000 долларов. Давайте сделаю это красным цветом. Следующий уровень, куда у нас может прийти цена биткоина, район 21800-21850. И еще один из интересных уровней, это район 22600-22700. То есть по ближайшим диапазонам поддержки и сопротивления до 2 ноября я все это обозначил на графике, от чего будет зависеть, куда именно у нас пойдет цена биткоина, вверх, либо же вниз. То, конечно же, сегодня у нас уже понедельник, а это значит, что у нас будет открытие на фондовом рынке США, и мы увидим движение по индексу S&P 500. Напоминаю, что в пятницу мы закрылись чрезмерным позитивом, когда за сутки мы сделали почти что 2,5%, преодолели новый локальный максимум, и, в принципе, мы можем ожидать где-то 55-60% вероятности, что у нас будет либо небольшой отскок флетовое движение, либо мы продолжим этот рост. Ждать, что у нас сейчас будет тотальное резкое падение, я бы такого не ожидал. Скажем, у этого меньшая процентная вероятность, но, тем не менее, мы должны учитывать разные формации. То есть первое, на что мы обращаем свое внимание, что у нас сегодня произойдет по индексу S&P 500. Если мы видим продолжение роста, то мы увидим позитив по битку, когда мы пойдем, в принципе, до наших ближайших уровней сопротивления. Это район снова 21000, 21800 и 22600, 22700. Если мы увидим более сильную и значимую коррекцию по S&P 500, то также диапазоны поддержки я вам обозначил. Это что касалось расстановки общей сил на ближайшие два дня. Теперь, что касается момента второго числа. Во-первых, я опубликую всю эту информацию у себя в Телеграм-канале, когда у нас появится только здесь оглашение процентной ставки и затем ход риторики Джерома Паула, о чем он будет говорить. И в зависимости от момента, где мы будем находиться, но давайте допустим такую версию, что мы будем находиться примерно на этих же отметках, к 2 ноября, к вечеру, на отметках 20500, 20600. То самые первые ближайшие преграды у нас уже обозначены на графике. Но если мы рассматриваем, например, позитивный кейс, у нас хорошая риторика, у нас вышли данные в районе 4%, а еще лучше 3,75%, то мы можем даже сходить выше, чем 22700, выше, чем 23000 долларов. Для нас тогда открывается путь похода не только на 10%, но мы можем сделать даже в район 15-22%. И для нас будет пиковой такой решающей точкой, когда рынки могут значительно пойти в восстановление, если мы преодолеваем этот уровень. А самое главное, сейчас вернусь, вот, самое главное, чтобы у нас было вот такое вот движение. Мы уходим сюда, мы закрепляемся, тестируем этот уровень на сутки, лучше на двое, то тогда для нас открывается уже, конечно же, диапазон 28-32 тысячи долларов. Опять же, это не произойдет за один день, крайне маленькая вероятность, что это произойдет всего лишь за один день, но вы должны учитывать, что если у нас выходит позитив, конкретно по этим событиям и по риторике, что на ближайшую неделю, на ближайшие две недели, мы можем увидеть такой сценарий. Если у нас выйдут, скажем, данные в рамках ожиданий, например, 0,75% будет повышение, и того 4%, но какая-то размазанная невнятная риторика, либо негативная риторика, то такого позитива, конечно же, ожидать не стоит. Поэтому вы должны с этим четко понимать. Я в этом вам помогу в телеграм-канале у себя. Поэтому, опять же, подписывайтесь, если вам это нужно. Теперь, как это все дело торговать? Как можно торговать в лонг, как можно торговать в шорт на этих событиях в зависимости от данных? Во-первых, я рекомендую воспользоваться биржей Bybit, потому что сейчас эта биржа находится в топе 2, эта биржа не подвержена санкциям, потому что она находится в азиатской юрисдикции, вы можете не переживать за свои средства. И самое главное, что у вас будет классный welcome бонус до 4 тысяч долларов, если вы зарегистрируетесь по ссылке, которая будет в описании под видео, либо используете код 40255. Поэтому рекомендую вам присоединиться до событий 2 ноября, и все это вместе дело проторговать. То есть в моменте вы должны понимать, что будет волатильность в как раз момент объявления этих событий, раз, а второе, что у нас будет более такое повальное движение после того, как мы еще услышим и риторику Джерома Паула. Чтобы быть в курсе, опять же, я буду это делать в телеграм-канале, давать всю обратную мгновенную связь, как только у нас выходят эти данные. И, пожалуй, в этом видео я осветил все основные моменты, которые для вас важны. Единственное, что вам нужно на самостоятельную работу с временем, живете вы по Москве, по Киеву, либо по какому-то другому часовому поясу, глянуть, во сколько будет происходить это событие. Либо я напишу это у себя в телеграм-канале, опять же, ближе к дате события. Это будет 21.00, либо это будет 22, если мы говорим о Киеве, о Москве. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете задать их в комментарии под этим видео. Также, если видео было для вас полезным, натолкнуло на какие-то новые идеи, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. А на этой ноте я буду с вами прощаться. Не забывайте. Второе число очень важно для крипторынка. Всем желаю хорошего времени суток. Пока!